Ребятки, всем огромнейший привет! Вы на канале Семья на чемоданах. Меня зовут Славян, Насенька. Под нашими подбородочками сейчас будет наш инстаграм. Подписывайтесь на канал, не забывайте. Я вас приглашаю в новый долгожданный выпуск, который многие просили. Скорее всего, даже просили либо краснодарцы, либо мамочки. Нам так и писали. Блин, а снимите вы наконец-то отзыв, честный отзыв про клинику Екатерининскую, а в частности именно про роддом. Первый частный роддом на Кубани. Поэтому сегодня про него поговорим. В основном будет говорить Насенька. Потому что там были моменты, о которых я очень сильно заводился. Поэтому мне, как говорится, лучше помолчать, чтобы был свой, не делай. Так как я отвечал за финансовую сторону, как для любого нормального человека, этот вопрос достаточно чепетильный. Поэтому предоставляю слово Насеньке, она вам все расскажет, а я буду делать такие вставочки. Начинаем. Почему мы решили рожать вместе? Во-первых, мы рожались вместе, кстати, да, это тоже такая интересная, интересный такой опыт, который мы получили наконец-то спустя троих. Вставка. Если хотите, я запишу отдельный выпуск своих эмоций, как это было, понравилось, мне не понравилось, упал ли я в обморок или не упал я в обморок. Как вообще это? Стоит мужику идти на партнерские роды или не стоит? Вставочка ушла. Продолжай. Так как я забеременела, узнала, что я беременна в Сочи, да, и у нас стал сразу вопрос, где рожать. Ну, то есть сразу наперед мы уже стали думать, куда нам перебираться, так как мы... Вставочка. Вставочка. Я говорил, давай дома. Ну, да, было такое. Я сказала, что дома я точно не буду, так как вторые роды у меня немножко проблематично, так скажем, закончились. Из-за этого я, ну, категорически была против сразу домашних родов, поэтому у меня стал вопрос, где я буду рожать платно. В Сочи нету платной, может быть, там есть какие-то услуги врачей определенные, да, когда ты договариваешь, ты платишь. Вставочка. Настенька твердо мне сказала, что в обычный роддом она не пойдет, пойдет только в платный, поэтому нужно было решить вопрос, где рожать, сколько стоит, ну, естественно, собрать нужную сумму, чтобы это было максимально комфортно, чтобы Настенька от этого процесса как бы кайфанула. Ну, все-таки два ребенка есть, была практика в обычном, сейчас хотелось максимально получить, как бы, комфорт, удовольствие, сервис, ну, короче, кайфануть при самом ценном, ценном моменте жизни. Важном, да, важном моменте жизни. Вставочка ушла. Ну, многие женщины поймут, что бесплатно рожала, что бывают разные ситуации с первыми родами, по крайней мере, я вообще не заметила, там, какого-то плохого отношения со вторыми, там, в целом, тоже, как бы, достаточно хорошо, быстро справилась, но в конце случилось непредвиденные обстоятельства, и там уже персонал, как бы, очень был грубоват, и мне это так отложилось в памяти, что больше не хотелось повторить такой опыт, да. Поэтому мы стали искать частную какую-то историю, и понимаю, что в Москве очень много таких роддомов, но рожать в Москве, как бы, мне не хотелось, ну, нам, в принципе, не хотелось вообще возвращаться в прохладу, мы понимали, что это будет август, что на юге будет тепло, а там будет холодно, поэтому нам нужен был роддом именно на юге. И так нам повезло, что буквально пару лет назад вообще в Краснодарском крае появился первый частный роддом, он единственный здесь, на Кубани, первый частный роддом, относится он к клинике Екатерининская, Екатерининский роддом. Я, когда начала искать, сразу он мне попался, там, в интернете, там, в инстаграме нашла их, в общем, посмотрела отзывы, подписалась на девчонок, которые там уже стояли на учете, снимали инстаграм, и Славик сказал, все, я вот хочу туда, и все. Изначально цена, мы смотрели, была одна, потом она постепенно росла, и вот мы думали, когда мы приедем уже в Краснодар, мы будем вставать на учет. Поэтому первые два триместра я никуда не вставала на учет. Мы просто хотели, что первые два триместра, просто чтобы беременных было кайфово, ходить в горы, купаться в море, и до самых, почти до самых родд, мы именно так и делали. Даже в последнее наше такое путешествие мы поехали, было очень опасно, им было все шансы родить палатки, мы ехали из Краснодара на запад Крыма, вот, но, слава богу, успели вернуться. Да, слава богу, мы так боялись, что можем родить, что в итоге Мирон еще засиделся там вообще до 40 с лишней недели, мы его дождали, потом уже вот так сидели, когда же, когда же. Сначала так переживали, а потом вот он нас не торопил. Ну и, собственно, третий триместр, мы поехали заключать договор в эту клинику, и отсюда как бы начинается вот прям такой правдивый и честный отзыв, что было, как все случилось, как получилось. Надо сказать, что вот как раз таки в инстаграме все девчонок, которых я смотрела, и вообще их аккаунт, и все такие, место райское, да там еще, знаешь. Все вылизано. Да, все такие отзывы идеальные, все такие, прямо вау, это лучшее место на земле. А идеального ничего не существует. Да, это типа все естественно, а мне так хотелось максимально естественно, чтобы было минимум вмешательств, тем более там медицинских каких-то и так далее, без моего ведома я там изучала, плюс там есть знакомые, кто дома. Ну и вообще и домашние роды, и как бы знаю вообще, как проходят, и вообще какие-то нюансы эти. И здесь как бы, ну, я там читаю на сайте, что там у них там все мягко, тепло, темно, там все как тихо, как положено, то есть у тебя своя родовая палата и все такое. Ну, то есть, в общем, все в таких красках, все прекрасно, я все, у меня мечта, я говорю, все, слава, мы едем туда, мы будем там рожать, там прекрасно. То есть, я еду с таким настроением, тут первый наш визит, я знаю, что на сайте написано, вот, третий триместр. Нет, перед, сейчас, сейчас, перед визитом мы просто туда позвонили и уточнили, что сколько будет стоить третий местр, что в него входит, и нужно ли нам будет дополнительно доплачивать еще что-либо, кроме вот этих вот 30 тысяч. Когда мы изначально звонили, было там 25, пока мы кумекали-думали, стало 30, вот, немножко сами затянули, затупили, но это ладно, не суть, это наша лина. И, в общем, мы по телефону уточнили, сказали, что нет, вы просто приезжаете, 30 тысяч платите, мы заключаем договор на третий триместр, и все, идете, проходите. Да, я еще спросила, она говорит, сначала вы идете к врачу, который вас возьмет, так как, а я говорю, вы где-то стояли на ученых? Я говорю, нет, я еще вообще не сдавала никаких анализов, вообще нигде не прикреплена, я, в общем, вот, я такой новый чистый лист, у меня там 30 недель, и возьмите меня, пожалуйста. Вы меня возьмете, она говорит, да, есть один такой гинеколог, врач, она вас возьмет, только она там с вами пообщается, то есть туда-сюда. Я говорю, а мне нужно будет оплатить? Ну, типа врач-гинеколог, который берет девчонок на любом сроке. Да, 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 вот так вот, да, и она говорит, типа... Нет, все включено в пакет. Да, я говорю, мне нужно будет дополнительно к пакету оплатить там консультацию, может, какую-то, она говорит, нет, все, типа, вот вы заплатите, и из этого пакета, как бы, вам консультация будет. Я говорю, хорошо. И тут происходит первый такой пимс с их стороны, неприятный момент, что мы приходим, даем документы, нам говорят, надо сходить к врачу, стоимость консультации полторы тысячи, я говорю, погоди, погоди, мы же, как бы, будем заключать уже, вот, почему мы должны... Нет, вот эта первичная консультация, она не входит, с вас полторашечка оплачивать не проходите. Ну, оплачиваем и проходим. В общем, Настенька пошла на консультацию. Вообще, мы когда по телефону звонили, нам сказали, что заключаешь, как бы, договор на третий триместр, и консультация уже включена будет. Получается, что нет, надо консультацию отдельно оплачивать. Придем. Ну, вот, ну, сейчас сходит, все узнает, и потом пойдем, наверное, заключать уже договор. Ну, в общем, когда я пришла к врачу, она меня там поспрашивала, говорит, ну, я возьму по минимуму, типа, ну, ты должна знать все из первого триместра. И написала мне анализ дополнительный, который в третий пакет не входили за третий триместр, за первый, за второй. Хотела мне назначить этот глюкозотолерантный тест, который я в жизни не сдавала, я бы все равно от него отказалась. Ну, и, в общем, вы понимаете, что это пошло плюс, 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 плюс. То есть, за каждого врача по полторы тысячи, а плюс вообще две тысячи у них стоит. Ну, как бы мы маленько, мы ошарашены, потому что мы маленько не готовы были. Тут есть и наша немножко вина такая, что мы нигде не были прикреплены, и что эти данные необходимы врачу, то есть на усмотрение на его. Это как бы наше право, нас должны были проконсультировать. Я вот как и говорил, и говорю, и до сих пор не говорили. Нас должны были предупредить, потому что я считаю, что это клиника достаточно такого большого уровня, где ты приходишь, и тебе должны все как бы объяснить, рассказать, показать, а не так, когда там. Но это, возможно, там ошибка колл-центра какого-то, что тебе не пояснили, да, как... Ну, короче, вот. В общем, у нас вышла тридцатка за этот, и еще сверху. Ну, и сверху, да. Еще где-то, сколько, тридцать, да, получше? А где-то еще тридцать, и мы подкинули. Плюс там врач как бы по твоему самочувству и смотрит, и говорит, там, да, дай-ка ты еще раз УЗИ, я прошла еще четыре тысячи за УЗИ. А дело в том, что, я вам так скажу, хотите платно стоять на учете, будьте готовы, у вас должно быть отменное здоровье, если у врача будут какие-то сомнения, он будет вас посылать на разные процедуры. Сейчас просто цитата в меня, цитаты можно записать. Екатеринская клиника, и, точнее, его дом. Нет, не то, что для здоровых. Это как хороший премиальный автомобиль. На последние деньги туда ходить не нужно, потому что, если вы придете просто получить сервис, у вас в кармане последний пятачок, то, знаете, пятачка вам, короче, не хватит, вы просто расстроитесь и пойдете либо в дешевле, либо, в общем, там, не дай бог. Да, ну, как бы, если где-то бесплатно и не будут гонять, потому что мне охота лишний раз, а здесь, как бы, тебя будут просить, сдай-ка ты на гормон, сдай-ка ты на это. То есть, ну, в принципе, у меня достаточно хорошее здоровье, я не жалуюсь, даже врач не сказала, ну, как бы, в целом-то у тебя все хорошо. Ну, вот, ну, вот, на всякий случай вот это, на всякий, ну, окей, я, как бы, мы не жалуемся, там, в принципе, я даже где-то благодарна, потому что у меня какие-то, я такой человек, я, типа, сделаю, и я такая молодец. Отличница. И я теперь знаю, у меня все хорошо, и я спокойна, то есть, как бы, я с этой стороны. Слава, как бы, судит со стороны финансовой, то, что это все, это надо вот так вот платить бесконечно, было я, а у меня, как бы, своя сторона была в этой ситуации. Ну, в целом, сервис отношения, то есть, тебе... Да, шикарно. К тебе, да, к тебе очень вежливо относятся, очень быстро все, в приложении, там, все анализы, я не успел... Приложение работает просто великолепно, ты, как говорится, не успела с кабинета выйти, уже, типа, хоп, все пуш-уведомления прилетели, уже видно, что ты сдал, где ты был, кому ходил, кто врач. Да, что ты уже сдал анализы, какие все. Изумительно, вот прям изумительно. Вот нам, как людям, ну, с нового, как говорится, такого поколения, да, мы привыкли в гаджетах, все через приложение, это вот вообще вопросов нет. Да, очень удобно, что у тебя все вот просто в нем есть, и ты видишь, что я... То есть, только анализ сделали, и причем, когда мы уехали в Анапу, я забыла сдать часть каких-то анализов из пакета, потому что я все платно сдала и уехала, типа, дополнительно. А то, что было еще в контракте, я не сдала. Мне врач сама позвонила и говорит, здравствуйте, там... Как бы они контролят еще все равно. Да, а вы знаете, вот они сдали, я говорю, ой, да ладно, я не так поняла. Ну, в общем, я бы то все перезадала. В общем, в целом вообще все удобно, кондиционеры, красота, чистота, там... Короче, интерфейсы на высшем уровне. Дизайн у них красивый, клиники внутри, все хорошо, врачи такие, все приятные. Прямо безумно классно. Это да, это вот, короче, деньги ты платишь за сервис. Ну да, а потом что? Потом, то есть, с моими анализами. Да, а потом у нас такая ситуация была, то есть, все, кто женщин, да, там, знают, проходили беременность, то когда ты идешь рожать в учреждение, то неважно с мужем или без мужа, но от мужа все равно нужны там определенные анализы, это ВИЧ, там, кровь, группа крови, да, или флюрокрафия, то есть, ну, легкие, да. И когда я пришла к своему врачу, она говорит, у тебя надо мужу сдать, ты же, вы же не сдавали, я говорю, окей, да, но меня никто не спросил, а вы будете с мужем рожать или нет? Ну, я, ладно, Слава, я говорю, иди сдай. Что-то потянули, снули, в итоге, как бы она мне уже на втором приеме, говорит, Настя, надо сдать, я говорю, хорошо, мы сдадим. Мы только сдаем, и тут подход... Стоп, мы же, как бы, тоже здесь про деньги, это сколько стоило? Порядка пятака, да, по-моему? Нет, это где-то в районе трех с половиной тысяч, по-моему. Чтобы заключить договор, помимо пакета, надо пройти уже консультацию у другого гинеколога, еще две 500 тысячи. Главного. Да, ну, не главного, а который относится к родному, то есть, любой, там, дежурный. Ну, который решит, возьмет тебя или не возьмет? Да, теперь уже решает, берут тебя, не берут. То есть, да, учтите, что если вы там захотите, там есть промежуточное звено, вот это как раз гинеколог, к которому вы потом приходите, и он уже смотрит по всем вашим показаниям и, как бы, выдает вердикт, брать вас или не брать. Мы на этом этапе очень сильно стрессованы. Ну, да, мой врач уже сказал, что у тебя качество давления, они могут тебя не взять. Когда я пошла уже к гинекологу, который решает, я сказала, ничего мы таких берем. Ну, то есть, там, если вы соберетесь, вы изначально там вставать на учет, или вдруг что-то там, вы уточните вообще, с какими диагнозами они берут, потому что у беременных есть диагнозы, беременность хоть и не болезнь, но, к сожалению, да, есть какие-то осложнения у кого-то. То есть, женщины с осложнениями, которые могут там какие-то риски быть в ротах. Накосячить в ротах. Не так говорится. То есть, если есть какой-то риск, ну, там, какие-то диагнозы, я уже в медицинские термины буду углубляться, то есть, там, с сильно высоким давлением. Ну, не суть, ладно. Просто могут отказаться. Они могут просто, ну, отказаться. Они на себя не возьмут ответственность, чтобы выражали там вот у них. Вот, и когда мы пришли уже заключать договор, У нас получилось. Настеньку допустили, поэтому мы идем заключать договор. К менеджеру именно, когда уже гинеколог пропустил там, то есть, договор стоил 120 тысяч, это база. Там, оплачиваешь два договора, получается, Настенька свою оплачивала 120, и за меня еще там... 23 тысячи мы платили, чтобы слава в большом народах. И так оказалось, что, оказывается, в моем пакете есть все анализы, плюс еще дополнительные там типа ПЦР-тесты. В пакете партнерском, когда партнер приходит, у него должны были быть сданы опять, не флюорография, а КТ. КТ там, да. Да, КТ. И опять те же анализы крови. И когда мы пришли, мы говорим, так мы же сдали. Она говорит, ну типа, флюорография, рентген, типа, это отличает от КТ, вам теперь КТ, я говорю, а ничего, что человек вот недавно сделал его... На днях, на днях. Мы бухали на днях, говорю, почему нельзя, нет, нельзя. Это он не входит, я говорю, нельзя с тобой пакеты сюда взять, нет, нельзя. Мы такие, ну ладно. А пересчитать сумму, вычесть эту сумму? Да, короче, ничего нельзя из них, поэтому мы поторопились. Ну типа, мы не знали же, что у вас вот так, как бы, они говорят, ну вот, типа, раз мы типа сдали, вы поторопились. Короче, мы еще, как бы, типа, поторопились. Ну ладно, как бог. Слава второй раз пошел по свидетелям. Так важно было просто вместе, как бы, мы это запланировали. Пришлось второй раз уже светить эти легкие, так что мы 10 раз проверили свои крышки. Ну, короче, мы прошли, все нормально, мы подписали договор, бумажки вышли, конечно, очень радостные, что мы к чему шли, стремились, у нас это получилось. Вот. И все, и начали ждать, как говорится, спокойненькое рождение. Ну и все, и мы, получается, что там дальше следующая степень, мы уже поехали. Ну и, наверное, так покороче будем, да? В общем, уже вроде бы приехали, когда. Да, единственное, что я хочу вам сказать, что не тяните до последнего, Настенька это профессионал, она там много, то есть сюда, мы пока детей спать дома уложили, короче, она как-то очень медленно проходила все вот эти схватки. Схватки. Вот этих схваток. В итоге, что мне не понравилось, это то, что как бы мы с торцами зашли, и мы минут, наверное, 7 ждали, когда нас встретят внизу. То есть ты подходишь, звонишь там на звоночек и ждешь. Ну, ты санитарка тебя встречает. Да, минут 5-7 мы ждали. Ну, что-то как-то она не очень торопилась, наверное, она же не знала, что я просто уже... Да, и смысл в том, что мы туда приехали, ну, женщины поймут на открытие матки 9 из 10. То есть еще бы, я не знаю, 2 минуты или 10 минут, мы там прождали, пока там кто-то там спускается, либо попали бы где-то в пробку, мы бы либо родили в машине, либо мы бы прям под крыльцом там весь процесс бы организовали. Ну, просто да, в договоре там... Мне очень понравилось, что, короче, нужно так долго ждать перед дверью. Причем я не могу пойти заниматься своими делами, то есть мне перед самими родами нужно было бежать сдавать ЦРТ, который занимает примерно 20 минут экспресс. Вот, и я не могу Настю уже там оставить, мне нужно сдать, передать и потом бежать. Да, меня приняли, я зашла, там все как бы очень вежливо. Самый прикол в том, что, когда заключаешь договор, тебе спрашивают там твои предпочтения, что ты хочешь там. То есть, хочешь ли ты джакузи на схватках, то есть джакузи, ванна там, она облегчает ощущения, да, ну, как бы, то есть тебе легче переносить схватки. Я говорю, да, я не знаю. Они говорят, ну, давай ты попробуешь. Я говорю, хорошо, давай я тебе попробую. А потом... Ну, как бы все в пакет входит. Да, нужно не перерезать пуповину. То есть, ну, как бы, если вы там в теме этой, то есть пуповину лучше сразу не перерезать, а дать ей отпульсировать определенное время, а потом ее перерезают. Там, будете забирать плаценту? Я говорю, да, ну, будем забирать. Ну, то есть, опять же, для чего? То есть, ну, для того, чтобы посадить дерево, например, закопать. Ну, ты сами загуглите, почитайте, почему все это делаете. Ну, да, в общем, как бы, там много... Это очень интересная тема, на самом деле. Вот. Потом, ну, то есть, у них даже, по-моему, картины сейчас рисуют плаценту как-то краской и картины на память вот мамочкам делают. В общем, у меня там приняли вообще все чудесно. Акушерка внимательная, доктор замечательный, внимательный. То есть, тобой очень вежлив. Вот сервис у них там идеальный будет. Просто отношение человеческое. Да. И когда я с мамой разговаривала, да, маме говорю, блин, такой, что-то всем женщинам желают так рожать, чтобы о тебе так заботили, чтобы у тебя была своя душевая, своя ванная, отдельная, вот отдельная комната, пятиразовое шикарное питание там. Да, ну, в смысле, сейчас я в этот... Ну, и мама сказала, блин, так жалко, что только за деньги такое, типа, что почему нельзя так относиться вечером, типа, в бесплатных учреждениях только за деньги. И, короче, я там тоже, пока Настю когда подняли, я уже, в общем, пришел, меня также подняли, немножко подождал, в итоге я там забегаю уже у Настеньки, как говорится, все, весь процесс начался. Ну, и, конечно, я попадаю в палату, да, в Канасике сказал, все великолепно, тут же джакузи, свечечка горит, музыка такая легкая. Шикарная, да, рыбки плавают на телевидной кране. Обстановка потрясающая, даже зашел, я вообще не понял, как, что там делать и так далее и тому подобное. Потому что мы очень быстрые и очень поздно приехали, мы ничего не поняли. Роды прошли быстро? В общем, суть в том, что в договоре мы прописывали какие-то моменты в родах, да, и нам хотелось максимально сделать все комфортно и естественно, но в родах ситуация пошла немного не так, как мы хотим. Всегда в жизни, к сожалению, случается так, не всегда все, как мы хотим, как говорится. И в момент, когда ребенок рождался, он передает пуповину и не задышал, а у нас в договоре было прописано, что мы хотим, чтобы пуповина отпульсировала, потому что так лучше для ребенка. Но в экстренной ситуации, конечно же, врачи будут действовать так, как положено по медицинским, там, по регламентам, да, по медицинским вот этим вот штукам. И они, конечно, начали помогать, спасать ребенка, то есть спасибо им за это огромное. В общем, все хорошо, все обошлось, слава богу, вы все знаете. И хотелось бы сказать то, что мы в целом, наверное, не все прочувствовали, как бы, ну, вот этот кайф каких-то... Весь кайф контракта дополнительных услуг, которые включены в весь договор. Потому что мы приехали поздно, но это опять же, ну, как бы, не то, что не вина наша, это наш выбор. То есть я понимала, что у меня, как бы, уже процесс родов начинает, ну, как не то, что начинается, что я уже близка к этому, но просто мы хотели уложить детей сами спать, хоть у нас было кому с ними сидеть, но мы все равно хотели сами их уложить, чтобы они нас не теряли. И когда я понимала, что, возможно, я не успею на какие-то вот эти джакузи, все, ну, в этом ничего не страшного. Слава богу, ребенок родился, все хорошо. И сама их поскольку... И нам же то ли врач, то ли акушерка даже так и сказала. Врач подошла мне, такая, это, по ноге-то гладит, говорит, ты моя девочка, ты даже в ванне не полежала. Я говорю, да, это... Ну, мы такие, да, это ерунда на самом деле, это все мелочи. Главное, что ребенок родился. Знаете, самое приятное, да, те, кто женщины особенно смотрят, они понимают, когда ты рожаешь в государственном роддоме, ты там не одна. У нас нету для каждой роженицы, да, в бесплатном роддоме своего зала. Мне было важно, чтобы у меня был свой зал, отдельно своя комната. То есть это и было, и это классно. Когда у тебя два детских врача помогали ребенку, тут же у тебя и акушерка, и врач, и еще и санитарка убирают, все ходят тут же, как бы помогают, да. И славян тут же. И муж рядом, да. Партнерский род, это, наверное, тема отдельного видео вообще, в целом, наверное, это вообще отдельно нужно записать. К этому надо приближаться. Да. Вот. И... Ну, и сервис на высоте, потому что Настя, которая родила, там, да, сразу же Настеньке и чай-кофе принесли, печенье, там, спросили, будешь ли еще что-то кушать, там, запекали, какую-то предложили. Там же, получается, в этой же родовой палате и ванна, с Настей подправили мыться, я как бы, сегодня не знаю, что делать, но тут же акушерка говорит, иди-иди, помогай, ты должен, типа, помогать. Ну, как бы так. И то, что ты должен просто, типа, вы же как бы партнерский род заключили, то есть ты должен был как партнер прийти, а он пришел, а я уже рожаю, он уже потерялся, такой стоит уже, и как бы... Ну, у меня еще большая задача была снимать. Да, он еще и поснимал, там, в общем, да, поэтому, как бы, мы не успели вот всего вот этого прям так прожить-то, как полноценно, но в любом случае все хорошо, мы, я вообще все случилось очень быстро, мы уже говорили. Да, да, я в целом-то довольна вообще в любом случае, ну, и самый такой, какой-то момент, да, комфорта, после родового периода, наверное, так, то есть очень удобно, что свой душ, там, акушерка, акушерка заботливая, очень была женщина в возрасте у меня, и любовь ее звали, любовь, я запомнила к моей бабушке, она обширалась бы любовь, да, она там вытирает ноги, там, заботится о тебе, я говорю, зачем вы вытираете, я сама, мы люди, не привыкшие к сервису, да, мы простые, там, и такие, да вы что, она такая, да кто тебе еще, там, ты моя хорошая ножки вытрет, давай пока, типа, это, я позабочусь о тебе, ну, и все, потом тебя там усаживают, и тут самое классное, что и муж, и она, как бы, и тут же тебе помогает, ну, и не мешает, да, ну, ну, они, в принципе, когда я родила, они нас оставили, мы общались, все это приятно, одних там рождающихся, рожающих, и врачей, плюс потом, когда в эту палату переводили, я там тоже малого сам уже катил, за Настенькой приехал, автомобиль, не, просто в роддоме бесплатном, когда, ну, у меня после, была операция, после родов, там, на каталках возят, по-моему, после родов, привозят, тебе на кровать перекладывают, помогают, а сейчас, короче, это как в американских фильмах, на этих колясках, типа, инвалидных, что-то, такого, круче, ну и клево, что ты все равно идешь по коридору, везде свет, как бы, приглушенный, нет вот этих резких перепадов, светильников, вот эта отдельная палата, там уже душевая, мне разрешили вот эту поблажку, вообще там, как бы, в контракт включено, что ты после родов, остаешься еще на 2 часа, вот, и сидишь, как бы, 2 часа в этой родовой, после 2 часов тебя переводят, ну, при условии, что все нормально, и потом, меня распустили, когда в палату Настенькой, и сказали, ай, типа, все равно ночи, потом вызовешь это, можешь еще немножко побыть, и потом все потом вот, да, я в итоге там до 4 утра, по-моему, потупил, с Настенькой, и это, вот, ну, как с Настенькой, уже не только с Настенькой, уже и с Мироном, и поехал домой к пацанам, Да, ну, в целом, да, а потом уже, в общем, самая такая прикольная фишка, то, что я там нигде не рассказывала, ни в инстаграм, и никак мне не созгли пост написать, хоть меня уже 10 раз там, наверное, просили, а, самый прикол был в том, что, как бы, там дают тебе ночнушку, да, как везде там в роддомах, и халатик такой, вроде бы, как бы, современный, все прикольный, но фишка была в том, что он был, он уже пополз, короче, это не халатика, это ночнушка, она поползла, и вот здесь, как бы, она так вся расползлась, а я попала на выходные, не знаю, может быть, это не имеет значения в частном роддоме, но почему-то, мне так показалось, что у кушерка сказала, там, типа, надо быть аккуратнее, не испачкать, потому что завтра что-то сложно будет поменять, что-то там, короче, у них как-то прачка там работает, я думаю, окей, ладно, и как в утром просыпаюсь, начинаю кормить ребенка, и понимаешь, у меня эта лямка отваливается, просто, я ее так на узел завязала, короче, и Слава говорит, Настя, ну ты попроси, а я человек кровли, 200 тысяч на минуточку, ушло, а Слава мне говорит, Настя, ты, типа, попроси там себе другую, что ты молчишь, как всегда, типа, ну ты же за деньги, типа, ты же не в бесплатном, Я сводю для меня, как бы, я такой попутал, ну в смысле, 200 тысяч, ну что, ну нет, мы должны новую дать, ну, на самом деле, очень круто, свой душ, в душе все полотенца, ванны принадлежности, как в отеле, ну да, мыло, шампуньки, там, зубная щетка, все вот это, тапочки свои, телевизор, а, телевизор, кстати, я его забыла, потому что, я его не включала, там аппарат, который воздух обеззараживает, большая такая ванна, раковина подмывает ребенка, пеленальный стол, ребенку там памперсы, раковина, да, прям прикольно, пеленки, памперсы одноразовые, многоразовые, там плавочки, прокладки послеродовые, то есть, там все-все-все, выдается, питание потрясающе, пятиразовое, может, там, вот, это крепит, да, там, прям классно, ну, в целом, то есть, если вы хотите, да, там, ну, если у вас есть возможность, вы хотите такое, такие роды себе, вдруг кто-то смотрит, там, планирует, это очень круто, очень здорово, то есть, в любом случае, это гораздо лучше, чем в бесплатно, да, что ты мне скажешь, в любом случае, это лучше, чем бесплатные роды, конечно, потому что, все-таки, у тебя отдельные, отдельные свои условия какие-то, это очень важно, на самом деле, чтобы себя чувствовать более-менее спокойно, защищенно, а то, что касается, если вы хотите, прям, естественных, вау, естественных, какие-то моменты, такие в своих родах, ну, если у вас есть какие-то предпочтения, такие, ну, не в доме, там, там есть долл и акушерки определенного врача, я просто, честно, мне было лень изучать всех врачей, потому что я, во-первых, не доверяю мнениям разных людей, потому что у всех свое, как бы, мировоззрение, кто-то скажет, этот врач хороший, кто-то скажет, нехороший, я не хотела разорваться, читать, и мучиться, я взяла просто базовый договор, и мужа с тобой, когда ты спросишь, хочешь ли ты долл, или там, или свою акушерку, и у меня вот долл, и у шерка, зачем мне? Потом у нас что, потом у нас выписка была? А, кстати, да, ну, самый прикол, да, что, короче, после, то есть, после рода, то, что касается мамы, мы все рассказали, а тут опять косички, друзья, ребенка, это вообще прикол, ну, ты, наверное, может, Слава расскажет, лучше, если вспомнишь, короче, ты платишь, не платишь, у тебя в договор входит трое суток, потому что, вот, ты родила, и на третьи сутки, даже вдвое получается, полноценных на третьи сутки тебя выписывают. Есть такой анализ, там, скрининг. короче, вот, дальше вот они, как такие вот, есть нюансы, да. Короче, есть анализ, который делается на третьи сутки, на четвертый, там ты должен пробыть, если у тебя все хорошо, тебя выписывают на третье. В договор входит этот анализ, но он делается на четвертый, и к Настеньке заходит, Врач, детский педиатр и говорит, вам нужно сделать этот анализ, он делается на четвертые сутки, вы как бы можете сделать его потом, а можете здесь. Она говорит, мы вас не выгоняем, но вы либо остаетесь на завтра, чтобы этот анализ сделать, но его брать надо на четвертые сутки. Либо вы как бы, ну у вас если по гинекологии все хорошо, вы можете в принципе и доводить. И парадокс заключается в следующем, что он входит в контракт, который мы оплатили. Но он на четвертый день, а выписываю тебе на третий. Дополнительные сутки стоят 5000 рублей, а анализ этот сам стоит 2500, причем я беру всю эту штуковину и иду к менеджеру и говорю, как вообще так? Она такая, ну вот так. То есть либо ты оплатишь дополнительные сутки и ты фунтешь еще там? Изменяемого разговора, ответа мне не дали, я причем специально пошел, включил диктофон в этом кабинете и все это записывал. Потому что нужно, чтобы Настеньке это показать, это, это, другим словом, как дебилизм не назвать. Ты оплатил анализ, который делся на четвертый день, на что бы его получить, тебе нужно оплатить еще сутки за 5000. Ну да, в итоге мне сказали, вы можете сдать это в обычной поликлинике, типа. Бесплатно? Бесплатно, да. Ну в общем, там тебе стоит специальный номер, это гинекологический анализ, который все... А, он называется пяточный, из пяточки, который берут. Вот, я вижу. В общем, дело даже не в деньгах. И тут немножко было обидно, на самом деле. Нет, не было, просто тупо непонятно. Подход какой-то очень странный, вот в этом, вот вообще. Это просто такая была вишенка на торте. Вроде такой торт, такой нормальный, нормальный. Немножко там снизу было какие-то недопонимания, но потом все хорошо пошло. А потом, на тебе, гнилую вишню такую на торт положили, мы такие, ну как так-то? Ну вот. Ну и, короче... И самое интересное, да, мне прислали там на WhatsApp потом, что типа, проверьте там что-то, какую-то справку. А я, знаете, человек, который рожал в государственных домах два раза, и там ты когда выписываешь, тебе просто медсестра приносит такую пачку. И просто тебе вот так вот отдают, и там все есть, все, что нужно. Тебе никто не оповещает. Тебе просто не знают, что надо, они тебе приходят. Я никогда не знала, что там нужно. Оказывается, нужно было забрать справку. А здесь они просто как бы говорят, все, вы сегодня выписываете, Настя такая, ну типа, да, в 13.00 пойдет, пойдет. Звонит мне, собирает детей, типа, это, приезжай. Нет, они мне скажут, типа, во сколько это вам удобно? Я говорю, да мне без разницы. Я такая, думаю, а что здесь сидеть-то? А во сколько можно? Ну вот с часом можно. Я говорю, ну давайте я в два, чтобы они за час успели приехать. То есть они даже не подготовились. А я уже просто, мне такие-то, какие-то анализы, вопросы, дополнительные сутки. Я такой человек, я уже сразу же начинаю переживать, занимаюсь. Ну короче, смысл в том, что нас, как бы, меня встретили, детей на улице оставили. Я Настеньку оттуда забрал, нам дали бомж-пакет. Сейчас, чуть позже до него дойдем. И мы, как бы, вышли. И потом, как бы, мы уже, нам звонит акушерка Настяна и говорит, слушайте, а вы вообще документы забыли забрать. Выпуску на ребенка, я не дождалась врача. Выпуску на ребенка, да. И я в итоге ночью уже вернулся обратно, когда пробок в Краснодаре не стало, я вернулся и забирал эту пачку документов. А по поводу бомж-пакета, ну... А потом еще про справку. Вот мы сначала выпуска на ребенка, а потом мы пошли получать свидетельство, а у нас есть справки о рождении. А, да, я пошел, короче, все эти выпуски, самое главное, что все эти выпуски подробные, вы можете посмотреть в плейлисте «Краснодар наизнанку». Все это есть, это я прям ходил, все записывал. И да, я пошел получать свидетельство, отстоял там очередь, и, короче, мне говорят, а где справка, какая справка? Я звоню опять к менеджеру и говорю, а почему у нас справки такой-то нету? Она говорит, вы должны были зайти. Я говорю, так я откуда знал, почему я мотаюсь по этому Краснодару, попробую, целый день трачу. Вы мне только сейчас говорите, что я сам должен был догадаться, что там что-то надо сбирать. Короче, благо, они там на соседних улицах, я быстро съездил, получил, забрал, но ей тоже, короче, высказал, что вы, конечно, мне вообще неправильно делаете, возьмите на заметку. Вот. И Настяку вызвал Мирон, поэтому завершу выпуск 1. По поводу бомж-пакета, ну, в общем, дали пакет, в котором лежал там, по-моему, один памперс. Вообще, короче, лежала полная фигня. Я сейчас вот вместо Настинки прикреплю Настин сториз, которую она выкладывала. И, конечно, все ребята, которые рожали, они говорят, что это за сумка, это вообще новая. В обычном роддоме, в обычном роддоме, в московском, в московном, в подмосковном, гораздо больше сумка, там столько всего тебе предоставляют, а здесь ничего. Причем самое, что интересное, пакет брендированный, а всю продукцию они не удосужились забрендировать. Ну, по мне, так для такого уровня клиники, для такого уровня роддома, мне кажется, это не совсем правильно. В общем, друзья, подводя итог, я хочу сказать следующее, что в целом, конечно, мы очень довольны всем процессом, всем сервисом, который оказывает данная клиника, но есть некоторые но, о котором мы вам рассказали. Поэтому, если вы выбираете эту клинику, просто полечиться там, либо рожать, то, ну, учитывайте, максимально досконально изучайте. По сумме, я уже сказал, это как хороший автомобиль. Вот даже на примере последнем нам нужно было Мирончику сделать 5 УЗИшек комплексных. Мы позвонили в Екатерининскую, нам что-то почти 8 тысяч, я помню, что-то 7500, что ли, что-то такое, точно цифры не помню. Ну, грубо говоря, 8. Я такой думаю, ничего себе. Если, и мы нашли здесь же клинику, в нашем же жилом комплексе и сделали эти же 5 УЗИшек за 3200, это я говорю к тому, чтобы вы примерно понимали разбег цен, то есть там цена будет поприличнее. Поэтому это тоже, конечно, учитывайте. Ну, в целом, в целом все нормально. Вот. Давно хотели записать такой выпуск. Наконец-то мы с Настенькой сели. Да, Настенька? Правда, Настенька была не до конца. Вот. И записали. Я надеюсь на вашу поддержку. Поделитесь данным видеороликом в своей социальной сети. Отправьте это другу, либо подруге. Покажите, как рожают на Кубани в частном роддоме. Возможно, из ваших знакомых кому-то это очень даже пригодится. Поставьте лайк выпуску, напишите свой комментарий. Пишите, как проходили у вас роды, если у вас есть сравнение в обычном роддоме, либо заплатно. Тоже пишите. Я думаю, что и мне, и Настеньке особенно будет приятно почитать какие-либо истории. Ну, а мы с вами прощаемся. Увидимся с вами завтра в новом видеоролике. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok